Гора Тузлук В древних это была священная гора, где они поклоняли солнце. Наверху должны быть алтари, где те жрецы, которые жили на сирхе, они спускались сюда на Тузлук и здесь делали жертвоприношение богам солнца. Высота этой горы чуть выше 2000 метров. Я более точное описание дам в сопроводительному письме к видео. Сейчас она слегка в тумане. Погода не совсем летная. Минут через 40, я думаю, я доберусь до нее. Еще минут через 30-40 я буду на ее вершине, где мы проведем замеры и посмотрим, что там с древних времен интересного осталось. Кстати, есть теория о ее искусственном происхождении, так как она сильная, идеальная. Такая Кавказская пирамида еще по-другому называют. Конец записи. Вот она, вершина горы Тузлук, 2 с лишним метра. Вот тут вот были жертвоприношения древних людей, которые жили на горе Сурх. Тут поклоняли солнцу. Вот они с Сурха, по плечу Сурха спускались сюда и приносили жертвы, проводили обряды. Вот, забрался я сюда. Сейчас мы будем проводить измерения. Компас я проверил, компас ведет себя как обычно. Вот. Так выглядит вершина горы Тузлук. По поводу того, что она рукотворная. Вот. Сурх. Он же Сирх. Где мы уже ранее были, откуда приходили древние. Скорее всего, все-таки она естественного происхождения, потому что тут уже много выступает скал. Не так, как, конечно, на Сурхе. Но все равно мы видим скалы, которые... Ну, на тот момент невозможно было, надо сказать. Вот, вот такие вот камни тут на вершине есть. Вот, сквозь них проходим сюда. Дорожка. Тут вот гора Сурх. Сирх. Закрыта облаками. Вот она, вершина. Две с лишним метров. С небольшим. Да. Ну, достаем. Мой любимый приборчик. Сейчас, кстати, не должно отсвечивать. И что мы видим? Мы видим очень высокий... Ну, не очень, но... Превышающий уровень электромагнитного излучения. Вот он, причем вот где-то в этом месте. Вот он пропикал и пропал. Сейчас мы попытаемся детализировать. Ого! Да, вот она волнами. Вот он сейчас падает. Растет, падает. Снова растет. Ну, вот когда на особо маленькую чувствительность ставишь в калибровке... Кстати, даже на грибах такого не было. Так, выключаем. Начал моросить дождик. И дучка опять спустилась. Так. Быстро проверяем радиационный фон. В быстром темпе. Радиоактивность выбор. Так. Радиоактивность надо поднести. Для этих мест радиоактивность в норме. Опа! Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Вот где мы помним, оно пищало в этом же месте. Резко зашкаливает радиоактивность. Ну, нельзя сказать, что зашкаливает. Вот мы отходим, 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 отходим. Радиоактивность уходит. Мы подступаем. Идем снова на эту точку. И это тут прямо есть какой-то лучик бьет электромагнитного и радиоактивного излучения. Сейчас мы его пока не видим. Может, с какой-то он периодичностью уходим. Идем снова на эту точку. Идем снова на эту точку. В borшон-устое, здесь радиационный фон однозначно на вот этом месте электромагнитное излучение радиационных он выше чем на вот это почему-то пятне потому что здесь вот он становится ниже 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 так дождик да вот вообще падать все еще раз панорама горит узлук пожалуй одно из немногих реально аномальных мест которые мы тут обнаружили в предбрусье за исключением грибов на грибах тоже на грибах тоже есть электромагнитные возмущения но не в таких конечно размерах а тут прямо все ярко читается очень ярко вспышки как радиационный так и электромагнитные вот она гора тузлук вот гора сурх гора сирх по-разному на разных диалектах но официально на картах она выначена хир здесь гора тузлук конец записи